Зеленский призвал сенаторов США сохранить санкционное давление на Северный поток-2. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США. Во время разговора стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых было и сохранение санкционного давления на Северный поток-2. Об этом пишет РБК Украина со ссылкой на пресс-службу президента. Во время встречи Зеленский поблагодарил США за двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины и усилия, которые были приложены в противодействии агрессии со стороны российской. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Федерации. Лидер Украины отметил, что Российская Федерация продолжает использовать поставки газа как оружие, в связи с чем необходимо сохранить санкционное давление на Северный поток-2. Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа как оружие. Санкционное давление на Северный поток-2 должен быть сохранен, отметил Владимир Зеленский. Стороны отметили важность договоренности по обновлению хартии стратегического партнерства между странами и возобновлению работы комиссии стратегического партнерства. Во время встречи также состоялось видео включение военного руководства из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Мариинки и Золотого, отмечает пресс-служба. Зеленский отметил о вызове для Украины из-за совместных учений ВС России и Белоруссии в рамках «Запад-2021». Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации. Евроатлантических стремлений Украины, добавляет пресс-служба. По словам президента, Украина рассчитывает на поддержку США относительно стремления стать членом НАТО. Сенатор Линдси Грэм оценила сотрудничество Украины и США во время операции эвакуации из Афганистана.